Маркиз де Сад. Неординарная личность, за которым тянется целый шлейф сомнительных дел. Денасьен Альфонс Франсуа де Сад родился 2 июня 1740 года в замке Конте в Париже. Предки де Сада носили графский титул. Дед де Насьена был первым из этой фамилии, кто получил титул маркиза и стал именоваться Маркиз де Сад. Хотя в официальных документах он чаще упоминается как Маркиз де Мазан. Известно, что род де Садов относится к дворянству Шпаги, что позволяло передавать титул отца к сыну по наследству. Несмотря на этот факт, передача титула маркиза к отцу де Сада и ему самому не была никак зафиксирована. Что ставит его титул именно Маркиза, а не графа? Под вопрос. Споры о том, был ли де Насьен именно Маркизом, не утихают по сей день. В некоторых прижизненных документах он называется Маркизом, в том числе в приговоре парламента 1772 года и ряде писем. В некоторых документах его именуют графом, например, в акте о кончине. Отцом известного маркиза был Жан-Батис Жузе Франсуа Граф де Сад, потомственный наместник в провинциях Брест, Бюже, Вальруме и Жекс. До получения почетного титула он служил посланником при дворе Кёльнского Курфюста, затем послом в России. Его мать Мария Леонор де Майе Брезе де Карман была фрейлиной принцессы де Конде. Мать де Сада надеялась на то, что у её сына и юного наследника принца де Конде завяжутся дружеские отношения, которые помогут де Насьену устроиться в жизни потом. Находясь при дворе Мари, Леонор смогла добиться, чтобы принцесса разрешила её сыну играть с принцем. Но маленький де Сад не проявлял никакого интереса к своему другу, а однажды даже подрался с ним, после чего был выслан из дворца и отправился жить к своим родственникам. Де Насьена отправили жить к своему дяде, Аббату де Саду, он же Аббат де Брей, который должен был заниматься его воспитанием. Аббат жил в старинном замке, окружённом массивными каменными стенами. Де Насьен любил подолгу оставаться один в большом подвале этого замка. Память об этом месте он сохранил на всю жизнь. Аббат де Сад познакомил де Насьена с мадам де Сен-Жермен, которая стала для последнего второй матерью, а также с Жаком Абле, который помогал мальчику в учёбе, а впоследствии стал управляющим в его доме. В 1750 году де Сад вместе с Абле вернулся в Париж, чтобы продолжить обучение в знаменитом и иезуитском корпусе. Де Насьену приходилось жить в апартаментах Абле из-за того, что к моменту его возвращения в столицу родители развили. Окончив корпус иезуитов, Де Насьен решил строить карьеру военного. В 15 лет мальчик уже получил звание младшего лейтенанта. За отвагу, проявленную в сражениях колониальной семилетней войны, молодой человек получил звание капитана, после чего в 23 года подал в отставку. Вернувшись в столицу, статный дворянин с военным званием планировал вступить в брак с младшей дочерью президента налоговой палаты Франции. Однако отец не пожелал отдать девушку за Де Насьена, а взамен предложил ему жениться на старшей, Рене Пелажи-Корде де Монтрей. Свадьба, которую благословили сам король с королевой, состоялась в мае 1763 года. Однако его супруге Рене пришлось немало настрадаться. Де Сад проигрывался в карты, пил, также неоднократно был уличен в оргиях. Вскоре после свадьбы был арестован. Его обвинили в изнасиловании и избиении одной из проституток Франции. Впрочем, следов издевательств на теле девушки обнаружено не было. Поэтому заключение Де Насьен избежал, но оказался под домашним арестом. Главные удары по психике его супруги были еще впереди. Спустя некоторое время Франсуа привел в дом любовницу, некую театральную актрису, и не постеснялся представить ее жене. Спустя три года умер отец Де Насьена, в результате чего маркиз Де Сад унаследовал имение, земли и титул наместника короля в нескольких провинциях. А весной в Париже законная супруга Де Сада родила ему сына Луи-Мари. Однако ни возраст, ни рождение первенца, ни ответственная должность, ни статус не смогли изменить буйного нрава Де Насьена. Не заставил ждать себя и новый арест, еще одна проститутка во всеуслышание заявила, что подверглась насилию со стороны маркиза. Девушка, которую звали Роза Келлер, убеждала следователей, будто Де Сад хлистал ее плетьми и принуждал к извращенным половым актам. Однако суд снова признал Де Сада невиновным, потому что у проститутки не было никаких доказательств. Известно, что Де Сад говорил стражам правопорядка. Она точно знала, для чего я ее подцепил. Я не связывал ее и не хлыстал кнутом, я не бил ее. Я ничего этого не делал. Я ни в чем не виноват. Не успел забыться этот громкий процесс, как маркиз снова оказался в скользкой ситуации. На сей раз полиция застала его во время буйной оргии, в которой Де Сад участвовал вместе со своим слугой и четырьмя продажными девицами. За подобную вакханалию, которую назвали марсельским делом, Де Нассиену и его сообщнику грозила смертная казнь. Де Нассиена и его слугу ждала процедура публичного покаяния на главной площади Парижа, а затем Де Саду должны были отрубить голову. Алаке повесить 12 сентября 1772 года в Париже сожгли чучело маркиза и слуги, а вот виновные наказание избежали. Де Нассиен де Сад, сбежав от преследовавшей его полиции, уехал в Италию, забрав с собой сестру своей жены, на которой в молодости он хотел жениться. Уже в Италии стараниями тещи маркиза его вновь арестовали. Но весной 1773 года Де Сад бежал из крепости не без помощи мадам Де Сад. Де Нассиен вернулся в родовое поместье во французской провинции, где год прожил затворником. В страхе снова оказаться под стражей. Законная супруга, прожив с ним несколько месяцев, тайком бежала. А Де Сад не в силах справиться со своими наклонностями, решился на похищение трех молоденьких девушек из деревни поблизости. Девушек он незаконно удерживал в своем замке и насиловал. В связи с этим Де Нассиен снова бежал в Италию, не дожидаясь ареста. Через два года Де Сад вернулся в свое имение, где жил, окружив себя юными служанками. Большинство девушек убегали, едва устроившись на работу, но одна все же задержалась – Катерина Трилля, которую маркиз называл Жюстин, впоследствии стала героиней нескольких книг Де Сада. Отец девушки, понимая, чем занимается его дочь на службе у хозяина, ворвался с замок и пытался застрелить маркиза, но промахнулся. Зимой 1777 года, узнав новость о скорой смерти матери, Де Нассиен отправился в Париж, где был арестован и помещен под стражу. Неугомонному Де Саду вскоре снова удалось бежать, но теща выдала его местонахождение полиции. Из заключения Де Нассиен писал письма жене, где жаловался на жестокость со стороны стражников. Тогда же маркиз начал писать книги. Мадам Де Сад после окончательного заключения мужа под стражу стала монахиней. Первым произведением Де Саду в темнице стал нашумевший роман «120 дней Содома». Книга прославилась не только подробными описаниями сексуальных извращений, убийств, истязаний, но и тем, что маркиз написал ее на рулоне туалетной бумаги. В тюремной камере другого пищевого материала не было. Когда надзиратели обнаружили творение Де Саду и внимательно изучили его, было принято решение перевести маркиза в лечебницу для душевнобольных. Чопорные французы не могли поверить, что здоровый человек был способен описать такие ужасы и мерзости, о которых они прочитали на рулоне маркиза. В больнице Де Сад провел целых 13 лет, после чего, наконец, вышел на свободу. Жена, присвоившая себе все имущество Де Сада, не пустила больного мужа даже на порог его собственного дома. Последние 10 лет своей жизни философ-распутник провел в приюте для сумасшедших. В Шарантоне он ставил пьесы с актерами-заключенными, попутно развлекаясь 14-летней дочкой одного из служащих обители. Маркиз Де Сад умер 2 декабря 1814 года от приступа астмы. Всего в Перу маркиза Де Садом принадлежит 14 романов, 6 исторических трудов, тексты которых утеряны, 2 эссе, 18 пьес и 9 политических памфлетов. В память об этом эксцентричном писателе снято 9 фильмов и написано 12 произведений других авторов. В своих книгах Де Насьен Де Сад описывал сексуальные оргии с элементами насилия и рассматривал определенные философские проблемы. Так Маркиз считал нецелесообразным деление общества на несколько слоев. По мнению Де Насьена есть всего два сословия среди людей – рабы и хозяева. Но главной мыслью всех работ и образа жизни маркиза Де Сада стало полное отрицание норм морали, нравственности и религии. Человек, по его мнению, становится собой только освободившись от моральных догм. И это единственный путь к счастью и безграничному наслаждению.